Очень смешная тема, и горькая, и смешная, тоже пришла от «Известия.ру». Этот канал сейчас в списке обязательных каналов, информационный канал на кабельном телевидении, платном. Я смотрю интересные новости, красивая подача, оформление, мне все нравится. Значит, и вот «Известия.ру» в портале на Телеграм пишет «Замминистра строительства и ЖКХ России, заместитель министра, который еще на свободе, вы знаете, как замминистров сейчас весело и дружно арестовывают. Там энергетики и других областей и отраслей, и республиканских министров, и областных министров, заместителей и прочее. И вот этот замминистра, фамилия его не указывается, предложил Зимбабве, предложил Зимбабве, страна Африки, «Предоставить Российской Федерации рабочую силу, особенно в сфере строительства». Всегда мечтал полюбоваться на строителей из Африки. Идешь так мимо многоквартирного дома, а там африканцы строят дом, вот обязательно селфи сделаю, когда это увижу. Особенно у нас на северах, это будет просто картинка из картинок. Значит, не знал, что они хорошие строители, африканцы. Ничего не слышал про замечательную отрасль строительную в Зимбабве. Но слышал, что мы с Зимбабве подписали договор о безвизовом режиме, и теперь наши туристы туда могут свободно ехать, летать в зимнее время, когда там лето, и наоборот. Остыть, когда там прохладно. Вот пусть они расскажут, приедут в Зимбабве, расскажут, какие шикарные там здания построены, как отрасль строительства в Зимбабве развивается и тому подобное. Будет это очень интересно. Об этом, обо всем пишет газета The Herald, английская газета. Это, я так помню, Зимбабве – это английская колония. Значит, Намибия – это португальская, а Зимбабве – это другая история. С таким предложением Никита Стасишин, вот он, замминистра Никита Стасишин, выступил на встрече с министром национального жилищного строительства и социальных услуг республики Соды и Зему на полях 12-й сессии международного урбанистического форума в Каире, в Африке. То есть, туда собирались все африканские страны в Каир по строительству, урбанизации, строительству городов, поселений и тому подобное. Делились своим опытом. Наших туда засунули, то есть, нашего замминистра строительства и ЖКХ. Значит, Зему, в свою очередь, пригласил российскую делегацию посетить Зимбабве. Вот, наверное, надо было вначале посетить, а потом такими предложениями делиться. По его словам, африканская страна заинтересована прежде всего в возведении социального жилья. Вот я представляю себе, построят нам африканцы социальное жилье. Как это будет здорово, прекрасно, замечательно. Детские дома, ясли, что там, детские сады. Вот они умеют вообще строить на севере, знают, как утеплять это все надо. Они вообще где-то строят, там, в Гренландии, в Канаде, может быть, где там еще холодно, в Норвегии. Может быть, в Финляндии. По технологиям, вот какие возводят дома, значит, на северах, в северных странах. Или их сразу направят в ДНР, в ЛНР, в освобожденные территории. Может быть, об этом идет речь. А мы уже с вами нервничаем, переживаем по поводу северов и России. Россия выразила готовность поделиться с республикой опытом выполнения таких программ. То есть мы поделимся опытом, они поделятся рабсилой. Рабочие. От слова рабочие. Не рабы, а рабочие. Зимбабве готовы обсудить возможности налаживания сотрудничества в таких сферах, как рабочая сила и жилищное строительство. Ну, рабочая сила, да, нам нужна. И зимбабвийцы нам могут в этом помочь. Я так просто представляю себе. Рабочие, грузчики, там другие специальности, африканцы. Вот это будет красота. Да. Интересно, какого они вероисповедания? Куда они пойдут молиться потом? Протестантские церкви или мы будем строить для них какие-то свои валельные дома? Потому что там много и католиков в Зимбабве, и протестантских всяких церквей множество и так далее. Что вы по этому поводу думаете? Я вот так рассуждаю, размечтался, конечно, хрен редьки не слаще, но, может быть, будет и хорошо. И появятся у нас черные мальчики новые в хороших таких семьях, красивых. Значит, как после фестиваля международного студентов 1957 года. Мы помним эту историю. Что вы по этому поводу думаете? Напишите. Пугает вас эта история или нет? Правильно ли делают наши чиновники? Что вначале предлагают, а потом еще поедут, посмотрят. А тем ли мы предложили, а надо ли было это делать? Что вы по этому поводу думаете? Сообщите. А так ставьте лайки, подписывайтесь, распространяйте это видео. Обрадуемся с вами мы, людей вокруг, что скоро ребята из Зимбабве приедут строить рабочая сила. И что на приеме? Заказывайте прогноз. Пора-пора. Год тяжелый наступает. Хотя у нас легких и нет. Но чем дальше, тем страшнее, как говорится. Идем дальше.